МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Есть надежда! В Чебоксарах открылся центр гемодиализа. Десять из двадцати пяти. Вузы сформировали список первокурсников-бюджетников. Полет нормальный. Парашютисты из Чувашии установили рекорд мирового уровня. Сегодня в Чебоксарах открылся центр гемодиализа. Современные центры для лечения больных с почечной недостаточностью. Совместный инвестиционный проект немецкой компании и администрации главы Чувашии при тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения и социального развития. Это 18-й подобный центр в России. Давайте! Уважаемые дяды и господа! Центр гемодиализа официально объявляется открытым! Гемодиализ или аппарат искусственная почка на какое-то время берет на себя функцию больного органа. Кровь пациента проходит через аппарат, который фильтрует и очищает ее, а затем возвращает в организм пациента. Это способствует сохранению жизни человека, а при острой почечной недостаточности восстанавливает функции почек. Большинство людей, страдающих хронической почечной недостаточностью, гемодиализ дает возможность жить нормальной жизнью. Седьмой раз. Седьмой раз? Уже на этом оборудовании? Да, именно на этом. После третьего я уже в середине курса вышел отлично. Лучше начали курс? Активная область в жизни веду. Я тренер-проходователь. Стандартная процедура гемодиализа длится 4 часа под постоянным контролем медицинского персонала. Среднее количество посещений – 3 раза в неделю. Лечение пациентов программным гемодиализом меняет всю их жизнь. Это не только возможность продлить жизнь, это возможность продлить качественную жизнь, длительную. У нас есть пациенты, которые уже 14 лет находятся на программном гемодиализе, но большая часть населения находится в течение 8 лет. Средний возраст пациента, находящийся в программном гемодиализе, это, опять-таки, работоспособный возраст – 48-50 лет. Специалисты отметили, что и раньше наши медики справлялись с лечением больных с почечной недостаточностью. А теперь уровень потянется до европейского. Это 18-й центр в России. Рассчитан на 186 пациентов. По республике на диализе – 158 человек. На сегодня в центре уже лечатся 90 из них, отметила министр здравоохранения Алла Самойлова. Тяжелые больные, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении, будут продолжать лечиться в республиканской больнице. В клинике лечение амбулаторное. Все процедуры для пациентов бесплатные. Финансируются из системы обязательного медицинского страхования. В отдельном зале лечат и пациентов, инфицированных гепатитом В и С. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Завершается приемная кампания. Высшие учебные заведения уже сформировали список бюджетников. В этом году на бесплатной основе будут учиться более 10 тысяч молодых людей Чувашия. Сегодня первые итоги своей работы представители приемных комиссий подвели на пресс-конференции. Дмитрий Квалев подробнее. В аудиториях столичных вузов непривычное затишье. Но даже сейчас здесь продолжают принимать документы. Фамилии тех, кто уже поступил на бюджетные места, появились в общих списках. И их уже вывесили на всеобщее обозрение. В университетах составляют рейтинг самых популярных факультетов. В лидеры выбиваются управленческие специальности. Если учитывать то, что на нашей факультете нет бюджетных мест, у нас платный факультет, то у нас очень даже больше набора, чем даже на других. У нас приходят из многих регионов другие. Даже из Нижегородской области, из Мариэл, Таташтана приходит очень много народа. При том, что они знали, что у нас цены какие, и шли туда к нам же. Потому что наша специальность в менеджере по управлению персоналом, также по государственной муниципальной службе. Реклама, связи с общественностью очень популярна в наше время. Как никогда популярностью стали пользоваться и рабочие профессии. Нынешняя приемная кампания показала, что большинство абитуриентов желают поступить на сварщика, автомеханика и даже машиниста крана. Но во главе этого рейтинга по-прежнему стоят медицинские специальности. Только в ЧГУ на одно место кафедры стоматологии претендовали 16 человек. Даже где достаточно много бюджетных мест, в частности по специальности лечебное дело, там 114 бюджетных мест было. Конкурс составил 8 с лишним человек на место. Приемная кампания этого года особенная. Вне конкурса выпускники школ могли быть зачислены только в один вуз. Причем учебные заведения обязали вносить сведения о своих абитуриентах в единую федеральную базу. Количество бюджетных мест в республике сократилось почти на 500. Высших учебных заведений в Чувашии тоже стало меньше. Если в прошлом учебном году у нас было 24 вуза и филиала, то в этом году у нас будет 19 вузов и филиалов. Ну, какие вузы, вернее, филиалы сокращены, вы, наверное, знаете. Это у нас два филиала ЧГУ. Значит, дальше у нас филиал института имени Шолохова, Разумовского. И был сокращен, вернее, переведен статус учреждения профессионального здания. Это филиал Марийского государственного университета. Хотя и конкурс в этом году ужесточился. Изначально на бюджет желали попасть 25 тысяч человек. Конкуренция серьезная, учитывая, что по итогам ЕГЭ многие набрали неплохие баллы. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Индустриальный парк в столице приобретает реальное очертание пока на бумаге. Сегодня эскиз будущего парка, где должны разместиться предприятия малого и среднего бизнеса, обсудили участники Градостроительного совета, проектировщики представили свое видение, а члены совета высказали пожелания. Под будущее индустриальный парк определили пустующую площадку напротив промтрактора. В будущем на 23 гектарах должен вырасти целый комплекс для малого и среднего бизнеса, производств разного профиля. Им уже тесно в существующих площадях, а резерва просто нет. Предварительно размежеваны 11 площадок. Один из площадок это под конкретно резидентов. То есть здесь немнимый определенный субъект принимательства. Эскизный проект разрабатывался с учетом пожеланий резидентов. Реально парк займет не 23 гектара, а 17. За минусом санитарно-защитной зоны, которую учел проектировщик. Крайние участки комплекса граничат с жилым микрорайоном. Хоть и территория выделена как под промышленную застройку с вредностью предприятий 4-5 класса, то есть охранная зона у них 50-100 метров, пришлось учитывать, что крайние участки данной территории, которые ограничат с территорией 14 микрорайона, будут выполняться только из предприятий 5 класса вредности. 5 класс вредности это предприятие, в котором нет недопустимо литий, и выброс вредных веществ. То есть это сборочные производства, ни в коем случае не шумные производства, чтобы жители соседнего микрорайона было достаточно комфортно. У Совета всегда находятся пожелания как к проектировщикам, так и к себе. Любой эскиз здесь обсуждается живо. Этому проекту недостает индивидуальности и яркости, считают некоторые участники. Пока с архитектурной точки зрения получается безлико. Оживить вот этот весь фронт, потому что он настолько вялый, эти вот двух-трехэтажные объемы, они не дают, ну и просто нет какой-то композиции. Я с ними согласен. Изначально, когда мы начали разработку данного, ну не эскизного проекта, у нас задача стояла разработать инфраструктуру для технопарка, первую линию мы отбили, конечно, по-другому. В связи с тем, что уже появились конкретные заказчики на данной территории, нам пришлось подстраиваться под их нужды. Городские чиновники беспокоятся по другому поводу. Где-то предусматривается вообще в описательной части договорных отношений, то, что производство, которое будет размещаться на территории, оно будет соответствовать именно с инфраструктурной зоне, которая на сегодняшний день здесь обозначена. Минэкономразвития отвечает утвердительно. Существующий проект только на старте, и к нему совет еще вернется. Ольга Григорьевна Николай Яковлев, Республика. На Калининском мосту Чебоксар вчера произошла авария. По словам очевидцев, груженый мост, принадлежащий одной из строительных компаний, выезжал с улицы 15 лет Комсомола. Это первая улица перед мостом. Водитель, почувствовав, что не может затормозить, принял решение направить машину во враг, чтобы избежать столкновения с другими участниками движения. Сам он успел выпрыгнуть из кабины. Грузовик чудом не улетел вниз. Хотя шиб несколько пролетов ограждения моста. К счастью, никто не пострадал. В Урнарском районе возле деревни Кумбала вечером 14 августа произошла трагедия. 41-летний мужчина утонул в реке в автомобиле «Жигули» 10-й модели. Житель деревни Кумбала приехал к местной реке со своим двоюродным братом из Чебоксар. За рулем был 40-летний житель столицы. Машину водитель припарковал в 5-6 метрах от речки и пошел купаться. Его пассажир остался в машине и, видимо, решил пересечь за руль автомобиля. Проехав задним ходом, мужчина опрокинул машину в пруд с обрыва около 2-х метров. Автомобиль оказался на дне водоема. Мужчина погиб. По предварительным данным, причиной смерти утонувшего является утопление в воде. Среди повреждений на нем не обнаружено. Также проверяется информация о том, что он находился в состоянии алкогольного обвинения. С целью экспертного установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Россия издавна славилась могучими басами. Мы знаем Осипа Петрова, первого исполнителя партии Сусанина, Федора Шаляпина, династию Пироговых. Наш земляк Максим Михайлов стал их преемником в советское время. Низкий бархатный голос Максима Дормидонтовича был уникален. В память о выдающемся артисте в столице республики три года назад впервые был проведен международный конкурс молодых оперных певцов. 20 августа Чувашский театр оперы и балета вновь соберет под своими сводами вокалистов со всего мира. В этот раз организаторы ожидают не менее 45 исполнителей из Бельгии, Монголии, Китая, Латвии, Литвы, Украины, Казахстана, Киргизии и, конечно, России. Этим конкурсом начинаем празднование 120-летия со дня рождения нашего великого певца, великого баса. Для нас конкурс – это не соревнование, это для нас праздник музыки, и мы очень рады, что в нашей республике ждут этот конкурс. И я думаю, что наша публика, как и наш коллектив, получит огромную радость. Во многом благодаря этому конкурсу наши ребята превратились в настоящих больших звезд оперной сцены. О них узнали далеко за пределами республики. К примеру, Иван Снигерев, став лауреатом первой премии в 2010 году, теперь один из ведущих солистов Чувашского театра, много гастролирует. Его, по признанию художественного руководителя Ольги Нестеровой, пытаются переманить к себе другие театры. Но Иван остается верен Чуваше. Татьяна Проченкова также стала лауреатом первого конкурса. Эта победа буквально изменила всю ее жизнь. Мы, конечно, первооткрыватели. Мы открывали этот конкурс, мы очень волновались, как это все будет, как все это пройдет. И пойдет ли дальше этот конкурс, будет ли жизнь этого конкурса продолжена. И, как видите, это все продолжается. Мы очень рады этому. В этом году нашу республику представляют молодые солисты театра. Сергей Кузнецов, Иван Николаев, Андрей Николаев. Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри. Возглавит его народный артист Литвы, профессор Академии музыки Литвы Владимир Аспрудниковос. Он не знает никого ни из нашей республики, ни из Московской консерватории, те, кто к нам приедут. И мы считаем, что это правильный наш выбор. И он будет абсолютно объективным. Кроме этого, члены жюри проведут мастер-классы для участников фестиваля. Сам конкурс пройдет в три тура. Лучшие из лучших выступят 25 августа на Большом галоконцерте. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. Трое спортсменов в составе сборной России по прошутному спорту установили рекорд мирового уровня. Они участвовали в самом массовом прыжке, и им удалось выполнить две фигуры в воздухе. Здесь важна не только хорошая физическая подготовка, но и правильный психологический настрой. Как выходцы из Чебоксарского аэроклуба добились таких результатов, узнала наша съемочная группа. Высота больше 6 тысяч метров. В воздухе десяток самолетов. Напряжение растет с каждой секунды. Еще мгновение, и сотня парашютистов окажутся в свободном полете. За считанные секунды спортсмены создают сначала одну фигуру в воздухе, затем другую. Рекорд зафиксирован. К этому рекорду мы шли на протяжении четырех лет. Начали заниматься парашютной групповой акробатикой, ездили на различные дробзоны, выполняли там прыжки групповые. Потихонечку количество фигур у нас увеличивалось, то есть с 20, с 40. И вот первый рекорд, который мы сделали, это был рекорд Татарстана 90 человек. И мы в этот процесс так втянулись, что начали уже потом ездить регулярно на эти мероприятия. Это уже не первый рекорд, который поставили российские спортсмены. В 2011 году 201 человек участвовало в создании фигуры, а в 2012 – 207. С каждым годом прыжки становятся все сложнее. Но, как признали спортсмены, это их совсем не пугает. И они не собираются останавливаться над достигнутым. Парить в небе – призвание, считают парашютисты. Количество прыжков с парашюта уже идет не на сотни, а на тысячи. Но первый свободный полет навсегда остается в памяти. Первый прыжок вообще, можно даже сказать так, что он… Ты его не понимаешь просто. Прыгаешь, и ощущения полета, как бы, они сразу не входят в свое сознание, так как ты не понимаешь, что такое вообще купол, что такое свободное падение, и что вообще произойдет, если парашют не раскроется. Денис Наварнов, Петр Утриванов и Евгений Пушкин – выходцы из Чебоксарского аэроклуба. Именно там завязалась их не только воздушная, но и земная дружба. Наш Чебоксарский аэроклуб, он выращивает, так сказать, спортсменов нулевого уровня, когда человек просто не имеет ничего никакого понятия, он пришел, он обучается, совершает первые прыжки, знакомится с небом, овладевает различными видами техники, и потихонечку-потихонечку он переходит на новый уровень, этап, и дальше уже все зависит от него. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Сразу после нашего выпуска программы «По существу» генеральный директор Чебоксарского аэропорта расскажет о начале программы бюджетных перевозок в Чувашии. А я с вами прощаюсь. До свидания.